Привет! Сейчас я расскажу, как установить Linux на флешку. Вот такую вот обычную маленькую флешку. На ней будет полноценный Linux с вашими настройками. То есть при подключении этой флешки к любому компьютеру вы сможете пользоваться своим полноценным Linux, не настраивая каждый раз. И, в общем, это будет полностью ваш Linux на одной маленькой флешке. Флешку нужно для этого взять как можно лучше. Например, размер очень сильно влияет и на скорость, ну и на размер хранилища. Чем больше размер, тем лучше. Но минимально 4. Если оно меньше 4, оно вроде как даже не запишется. Нужно как минимум 4, но как можно больше и лучше. Также флешка довольно сильно греется во время использования Linux на ней. Так что будьте аккуратны. Также нам понадобится вспомогательная флешка. На ней, ее мы будем использовать только для установки, больше она нам не понадобится. На нее мы запишем Linux Live Образ. Его мы запишем сюда, для того, чтобы установить его отсюда на эту флешку. Linux. Linux мы используем абсолютно любой. В нашем случае это Linux Mint. Я покажу, где его скачать и что дальше делать. Вспомогательная флешка должна быть размером, таким, чтобы у вас поместился на нее Live Образ Linux. Linux. Вот. Вставляем ее. Вот у меня есть скачина, но я покажу, как скачать. Во-первых, нам нужна программа для того, чтобы записать образ на флешку. Я буду использовать Rufus, так что ищем. Заходим на первый сайт официальный. Листаем ниже. И здесь под скачать есть ссылки для скачивания. Скачиваем Rufus. Отличие обычной версии от переносной, только в том, что обычно нужно устанавливать, переносная запускается мгновенно. Они у меня уже скачаны. Вот. Так, еще нам нужен дистрибутив Linux. В нашем случае Linux Mint, как я уже говорил. Заходим на официальный сайт. Linux Mint Main Page. Заходим во вкладку Download. И скачиваем дистрибутив. Я советую скачивать 32-битный Linux, так как при подключении флешки, если на нем будет 64-битный Linux в 32-битную систему, у вас ничего не заработает. А 32-битная система работает на любом компьютере. Поэтому лучше использовать ее. Скачиваем Linux. Здесь разные версии, они отличаются интерфейсом и так далее. У нас первая версия. Скачиваем, но так как она у нас уже скачана, мы просто перенестили ее сюда. Запускаем Rufus. Выбираем наш накопитель из списка. Выбираем наш образ. Здесь мы ничего не меняем в настройках. Нажимаем Start. Подтверждаем. Перед тем, как записывать на флешку, обязательно переместите с нее все важные файлы куда-нибудь, иначе они все исчезнут. Здесь тоже выбираем записывать в ISO образ. И у нас идет запись. Мы вернемся, когда она запишется. Продолжаем. У нас установился Linux на флешку. Теперь нам нужно перезагрузить систему и загрузиться с этой флешки. Для этого нам нужно будет при загрузке нажать клавишу для выбора загрузчика. Ну или же просто войти в BIOS и там выбрать носитель, с которого загружать систему. Давайте это сделаем. Выключаю компьютер. Вот, мы загрузились с выбора загрузчика. Выбираем в списке нашу вспомогательную флешку, на которой установлен LiveOmbress Linux. Загружаемся с него. Продолжим из Linux. Вот у нас загрузился Linux Mint. Мы загружались со вспомогательной флешки, напомню. Далее мы заходим в Install Linux Mint. Здесь выбираем свой язык. Подключаемся к Wi-Fi. Здесь у нас спрашивают установить ли сторонние драйвера. Сейчас у нас откроется главная страница. Вот она. Здесь мы выбираем другой вариант. Продолжаем. У нас открывается список доступных устройств. Здесь нам нужно найти нашу основную флешку. Важно, что основную, не вспомогательную, на которой у нас и будет установлен Linux. Они у нас... Устройства у нас чередуются по буквам. Например, SDA это у нас первый носитель. SDA1 это у нас первая часть на первом носителе. Дальше у нас SDB и SDD. У нас носитель последний, флешка. Ну и также это можно смотреть по размеру. Например, вот здесь у нас флешка основная на 32 гигабайта. Ну и вот примерно она и есть. Выбираем ее. Нажимаем по ней правой кнопкой мыши. Нажимаем изменить. Теперь мы можем разбить эту основную флешку на несколько разделов. На первом разделе мы можем сделать основное пространство для хранения файлов. То есть при подключении этой флешки к любому устройству она будет видна как обычная флешка. И на нее можно будет хранить какие-нибудь документы и данные. Второй раздел у нас будет под Linux. При загрузке с флешки мы будем загружаться с этого Linux. Давайте так и сделаем, чтобы показать. Однако вы можете сделать полную флешку под Linux. Размер первой части, которая у нас будет под Linux. Ставим приблизительно 18 тысяч мегабайт. Это вы ставите для себя. А размер Linux это будет размер. Всего пространства определенного вам под Linux. Чем больше, тем лучше. Опять же, чтобы оно не тормозило и так далее. Выбираем использовать как. EXT4 раздел. Точку монтирования ставим в слэш. То есть корневую папку, то есть root. Это обязательно надо ставить. Подтверждаем. Так, подтверждаем. Сейчас у нас произойдет. Вот у нас создалось пространство, которое мы задали. Дальше мы оставшуюся часть форматируем в файловую систему FAT32, чтобы ее можно было использовать как обычную флешку. Вибраем конец пространство. Вибраем конец пространства, так как в начале было начало пространства. Нажимаем ОК. Все. Разделы созданы. То есть у нас флешка развилась на два раздела. Первый под Linux в формате EXT4 с точкой монтирования в корневой папке. И второй это FAT32 под файлы. Теперь мы выбираем устройство для установки системного загрузчика. Выбираем из этого списка. Почему оно не выбирается? Все. Оно у нас прогрузило. Выбираем из этого списка SDD1. На него мы будем устанавливать систему. Нажимаем Установить. Так. Оно говорит, что для FAT32 не означена точка монтирования, но это ничего, так как оно у нас будет использоваться как флешка. Продолжаем. Говорит, что разделы на флешке будут отформатированы. Это я уже говорил, что все файлы с них будут удалиться. Выбираем город. Продолжаем. Имя. Тут мы должны ввести имя. Имя компьютера. Имя пользователя. И пароль. Это будет все использовано в вашей системе. То есть это важно задавать. Продолжаем. И у нас идет установка. Устанавливается со вспомогательной флешки на основную флешку. Установка закончится, и вы сможете использовать вашу основную флешку для загрузки системы или же для хранения файлов. Продолжаем. 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 Продолжаем.